Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу об очередном китайском плагиате и беспилотных радостях. Похоже, в мире китайского автопрома назревает шумный скандал. Суть его в следующем. Буквально недавно о себе громко заявила компания Вильтмайстер. Ее штаб-квартира располагается в Китае, а технический центр в Германии. Компания вожделит начать массовое производство электромобилей. Именно поэтому ее тут же назвали убийцей Теслы. На бумаге все прекрасно. Инвестиции в миллиард долларов, планы по производству двухсот тысяч машин в год. Но тут случилась одна неприятность, которая заставила инвесторов нервно икать. Вильтмайстер продемонстрировал фото своего потенциального бестселлера. И тут выяснилось, что фото эти он просто украл. На изображениях нового автомобиля был сильно заретушированный концепт Mitsubishi Outlander Concept S. Будущие злейшие борцы с Илоном Маском изменили бамперы и решетку радиатора. Да, и слегка изменили заднюю часть. С колес убрали логотип Mitsubishi, а фон и дорожную разметку оставили лентяи. Китайские компании уже не в первый раз радуют нас плагиатом всех сортов и мастей. Их жертвами в разное время становились Toyota, Honda и даже Range Rover. Но, наверное, впервые в плагиат вложена астрономическая сумма в один миллиард долларов. Чтобы перестать икать, мы советуем инвесторам задержать дыхание. Ford не только делает машины. Компания еще и занимается научной деятельностью, чтобы делать свои автомобили лучше. Недавно фордовцы провели опрос с целью выяснить, чем планируют заниматься пассажиры беспилотников. Не секрет, что многие водители считают более утомительной дорогу на работу, а не исполнение должностных обязанностей. Теперь, когда будущее уже близко, можно и помечтать. Так вот, опросили 5000 человек, 80% из которых желают расслабиться и наблюдать за пейзажами. При этом они не прочь были бы поговорить по телефону и даже что-нибудь поесть. Некоторое количество респондентов предпочтут просмотр кино или телевизора. Нашлись и те, кто с радостью отправит ребенка в школу на беспилотнике. Ну и кто откажется от автономного автомобиля при поездке в ресторан. Точнее, из ресторана. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.